Виктор Манкаш. Главный популяризатор российских часов. Юрий знаток в области устройства механики. Гаррис Лаувач. Большой часовой энтузиаст. Каждый делает свой контент, но временами они собираются. Всем привет, друзья! Это новый выпуск шоу-подкаста про часы временами. И постоянные ведущие. Гаррис с канала GM Team. Меня зовут Виктор, я веду канал про часы. И Юра с канала Камни Советов, которого, как писали в комментариях по прошлым видео, съел Гаррис. Ну это не так. У нас есть подтверждение о том, что Юра цел, здоров, жив. По крайней мере на видео он вполне себе дееспособен. Юрка, в общем, отправился в поход. Юрка, мы тебя очень ждем. Ну что, друзья, в прошлом выпуске мы классно пообщались про российские часы с представителем магазина All Time, с Димой Лисовым. Надеюсь, вам это было интересно. Если вдруг не смотрели, обязательно рекомендую прошлый выпуск пересмотреть. Ну а сегодня у нас будет, наверное, такая... У нас будет тоже гость. Гость непростой, гость очень интересный. Гостки. Как вы Всем привет, с вами Павел из Мичигана, и мы находимся в Фикаго, США на выставке Виндап, Виндап, надо будет скорректировать. Хороший гость, наш дорогой друг Паша, и мы поговорим больше о микробрендах, о том, какие это часы вообще, кто их покупает, зачем, чем они отличаются, тема-то микробрендов. Интересно? Конечно. У тебя, Гаррис, есть микробренды-то? Есть. А кто? У меня вот российский микробренд. Буялов дизайн. Буялов дизайн. Так, кто еще у нас в микробрендах, надо подумать, индикатор можно назвать? Калибрика дизайн. Слушай, это даже не микробренд, это скорее инди-бренд. Ну да, да, это инди-бренд, это ателье такое независимо. А, мор-прибор. Мор-прибор у тебя есть, да. Мор-прибор и Эльбрус чуть-чуть попозже сегодня. Индик. У меня футболка-индикатор. Вот тебе часы. Вот тебе часы. Давай меняться часами, чтобы ты… Давай. А только как-то неправильно. Если уж сидишь… А мне как раз подойдет слава. А тебе как раз подойдет слава. Держи. Вот. Хорошая традиция, меняться часами. Надо запомнить, да? Да, да, да. Слушай, ну и у нас там на фоне, кажется, тоже индик. Да, да. Я слышал про автора, что какие-то классные ребята… Это друг Бэнкси. Друг Бэнкси. Друг Бэнкси. Вот он Бэнкси. Мы его нашли специально в шоу «Временами», как оказалось. На самом деле нет. Страсть. Инди – это очень круто. И если рассматривать микро-бренды, инди-бренды… Индикатор – это… Ребятка Сергей Волков. Вы красавчики. Все парни, которые там работают, всем передаем огромнейший привет. Пламенный. Пламенный. Ну, что, по традиции про новости. Давай про новости. Временами в индустрии появляется новый Монсвотч. Да. Никто не ждал. А он снова есть. Новый Монсвотч с фазой Луны, модель Mission to the Super Blue Moonface. Короче, как у тебя, только немножко другие. А, ну так можно сказать про любые Монсвотчи вообще. Не-не-не, ну у тебя со Снупи он все-таки выделялся из общего… Белый Снупи – это i. Вот. В общем, тоже с Монсвотч. Ориентировочная стоимость – 310 долларов. Ну, все стандартно. Да. Вот. И здесь еще из интересного. Вместо тахометрической шкалы на безеле появилась шкала пульсометра. Теперь можешь… Что же… Слава доктор. Да. Слава доктор, да. Далее. Новая модель… Ну, как сказать… Новая, старая, наверное, модель от Panerai. Значит, Panerai порадовали любителей каноничных итальянских часов. А новой моделью Luminor Logo 44 мм под рефересом PAM 01624. Значит, главная особенность – это зеленый циферблат. То, что любим. Да, да, очень такой приятный оттенок в технике солнечные лучи. Стальной корпус 44 мм с фирменной защитной скобой из водной головки. Глухая задняя крышка, абсолютно стандартная. Вот. И внутри, значит, калибр с ручным заводом P6000 с трехдневным запасом хода. Ну, и за все это, значит, Panerai требует 6200 евро. Ну, в общем, стандартная. Прям требует? Прям требует. Ну, что делать? Стандартная модель с зеленым циферблатом. В общем, любите его таким, какой он есть. А что творится в Японии? Японский бренд Seiko штурмует европейский рынок. Вот. То есть, мы видим, что швейцарские бренды очень активно нацелены на Азию. А азиатские, соответственно, оказывают им любезность. Значит, из новинок у Seiko самая интересная новая модификация P62MAS. Стандартные часы, к которым мы уже привыкли, получили очень интересный градиентный циферблат. Такой лазурно-белый он, очень красивый, с текстурой. Стандартный механизм 6R35, к которым мы уже привыкли с 70-часовым запасом хода. Это лимит 1000 экземпляров, стоимость 1500 евро. Ну, Seiko становится дороже, красивее, качественнее, ну и так далее. В то время, когда Seiko штурмует европейский рынок, Grand Seiko нацелился на американский. Как они все. Да. И они представили очередную версию из линейки Spring Drive. То есть, вот две новые модели, которые вдохновлены природой Японии. Вот. А именно, утренним и вечерним небом над озером Сува. Вот. Стандартный. Стандартная компоновка циферблата. Spring Drive. Запас хода. Вот. Оттенки голубой и розовый. 40 миллиметров стальной корпус. Ну, такой достаточно элегантный. И внутри стандартный механизм 9R65 Spring Drive. Три дня запаса хода. В каждом цвете по 300 экземпляров. Вот. Ну, собственно, и все. А что на российском? А что на российском? Вот то, что мы любим. А вот тоже не все так просто. Константин Чайкин представил модель Joker Fiat Luxe. Новые часы из коллекции Рисмонов. Специальное издание для Китая. Как видишь. Мы тоже. А мы в Китае. Мы тоже отметились в Китае. Все тут свою экспансию. Нет. Ну, Чайкинский Joker-то это… Ого. 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 Большая. Большая. Прилично. Есть что-то более… Есть немножко бюджетный вариант. Молния. Очень сильно бюджетный. Молния. Челябинский часовой завод. Молния представил модель Амулет. Новые часы. Я так понял, что это форм-фактор раритета. Вот. Но теперь немножко… А, он с датой. Сейчас. Подожди. Первое, конечно… Вот буквально недавно Молния представила… Востоковский Grand. Молния Grand. Да. С датой. И, во-первых, была же еще без даты. Офигенные часы. Молния Grand. И все-таки вау, вперед покупать. Нам посчастливилось с Артуром их посмотреть, пощупать. Мы даже обзор сняли. Приходите, смотрите. Очень классные часы. Мне очень понравились. Как они сделаны. Это прям другой… Знаешь, это новый шаг. Новая прям ступенька развития для Челябы. Очень круто. Очень круто. Мы прям прониклись. Вот прикинь, сейчас человек. Вот он ждал, думал, молнию бы взять. Но он увидел Grand. И такой… Вышла новинка. Все беру. Класс. И вот молния. И он такой смотрит через неделю просто. Ему на этот еще заказ не приехал. На! Молния с датой, с новым калибром. Я просто представляю лицо этого человека. Бридж молния! Пиздец! Когда ударила первая молния, я ничего не понял. Когда встал и пошел дальше, снова ударила вторая молния. Ну, на самом деле можно только порадоваться, что Челябинский часовой завод не сбавляет темпов. В общем, амулет – это первая коллекция на мануфактурном противоударном механизме молния 3605 с ручным заводом и индикацией даты. Значит, из основных характеристик надо выделить запас хода 40 часов и с количеством камней 18. Средний суточный ход от минус 15 до плюс 40 и так далее. Мне секунд в сутки. Ну, стоимость – 71 тысяча. Ну, это уже… Это уже прямо, ты знаешь, очень солидный такой шаг вперед, потому что грант стоил, по-моему, в районе 60. А все будет дорожать? Нет, это бог с ним, но грант прям хорошо выглядел. Вот не знаю насчет амулет, как у них удалось с корпусами поиграться, потому что… Там не одинаковый корпус, нет? Вроде как с раритетом они бьются. Кстати, а раритет снят с производства, их больше нет на сайте. Ну, закончились. Ну, как бы корпуса теперь ставят на амулет. Все. Закончились, не закончились. Ну, что о них мы будем вспоминать? Молния – молодцы. Шваркнула. Ну, как бы, ну, добавить дату в целом – это не так сложно. Ну, хорошо, что они это сделали. Ну, как бы там пару колес и диск даты, да. Но молодцы, сделали, просили. Вот вам молния с датой, кто хотел – налетай. Да, да, да. Для всех, кто вот говорил – ааа, восток. А вот есть, пожалуйста. Так, что у нас было на локальном уровне? Вот прямо здесь по соседству. Да. В Московском музее времени и часов. В музее времени и часов прошли две презентации за последнее время. Две презентации как раз-таки микро-брендов. Тема, на которую мы сегодня будем… Давить. Давить, да. Это наш уважаемый и любимый мор-прибор. Проект Александра Ларина. Классные часы. Надежные, серьезные, брутальные, из бронзы. Не все бронзу понимают, но, тем не менее, это интересно. Данная версия теперь – города Эпрон. Те города, которые связаны с экспедицией подводных работ особого назначения. Именно так расшифровывается Эпрон. Москва, Петроград, Кронштадт, Балаклава, Севастополь. И глубинные… И глубинные… И глубинные повторения, да, с небольшими изменениями. Видео самой презентации есть на канале. Рекомендую перейти по ссылочке и посмотреть саму презентацию мор-прибора. И, конечно, появилась… Опять-таки, была презентация, встреча, раздача тех самых Эльбруса. Очень долгожданный проект для многих. Микробренд ребят-энтузиастов, которые до этого не занимались часами вообще, но решили собраться, попробовать, сделать, и родился проект Эльбрус. Я носил прототип довольно долго. Делал обзор, и ребята мне прям дали, говорят, носи, изучай, тестируй, посмотри, расскажи, поделись. Я кайфанул, честно. Сделаны часы добротно. Понятно, там все китайское, да, это нормальная практика, нормальное явление. Ну, хорошая фабрика производила. Мне понравилось восприятие часов, легенда часов. Эльбрус, наша вершина, наша гора, да, все красиво, классно. И сам дизайн циферблата, вот эта топографическая карта, карта высот. С разным цветом люма, то есть в темноте они вообще бомбезно светятся. В общем, в музее презентация прошла. Первые покупатели получили свои часы, делятся там фотографиями, видео, эмоциями. Я вот, знаешь, видел, смотрел, наблюдал, проводил это мероприятие и смотрел со стороны, как человек, понимаешь, получает свою коробку, открывает, давай смотреть, что там, как. Ну, конечно. Особенно ты это долго ждешь, это всегда особо подогревает. В общем, поздравляем ребят, проект классный, отличный, интересный. Новый производитель, я думаю, появился у нас на часовом рынке, потому что они еще анонсировали продолжение Лебруса проект Приют 11, тоже связан. По ссылочке, может быть, уже вышло видео, рекомендую посмотреть. Временами мы выходим на улицы, может быть, не так часто, как хотелось бы, тем не менее. В этот раз мы хотели спросить у людей про бренды. Наш выпуск сегодня про микробренды, про начинающие, но есть же еще те самые великие, которые мы помним, любим, знаем, ценим, уважаем. Я бы назвал фантомные боли. Фантомные боли. В общем, мы прошлись по Москве, по тем местам, где как раз эти самые культовые бутики стояли, закрылись, не знаю, появятся они снова здесь или нет, но мы спросили у людей, как же вот это правильно прочитать. Аудемарс, Пьеже... Вот удалось ли маркетологам этих брендов за 20-30 лет нахождения на рынке рассказать о том, как называются их бренды? Слушаем вместе с Юркой, который, кстати, с нами тогда тоже был. Вот как хочешь, так я понимаю. Ну что, а давай сам про Елисея название брендов. Давай. Давай. Аудемарс, Пегей? Морис Лакруа. Не так сильно. Моу-выс Лакруа. Моу-выс Лакруа. Моу-вы-ла-могла-вогла. Бома Мерсе. Полет. Пальжот. Как Пальжот. Можешь еще вот прочитать название известных швейцарских брендов? Это на французском основном. Вот это? Да. Не переживай, все ошибаются. То есть все равно как-то прочтешь? Да. Просто можешь говорить или ставить. Наверное. Жерар Пирекул. Нифига себе. Прямое попадание просто на все что-то. Красавчик. Вот здесь попроще. Филипп. Правильно. Ягер. Ягер Ле Культер. Да. Первая часть правильно по-немецки, вторая часть правильно по-французски. Ну, будет пусть по Широн Константинов. Абсолютно правильно. Правильно. Поем. Так. Пойдет. Ничего себе. Это что, Ориент? О, застними, пожалуйста. Крутяк. Три звезды. Офигенно. Крутяк. Они просто неубиваемые. Тогда, 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 тогда вот это вообще начиналось. Да. А вас, скорее всего, вы все знаете. Да, вы в теме. Не стесняйтесь, никто вообще это не знает. Вообще, можете, как вот хотите вообще. Вот как видите, так и читайте. Жерард Пережур. Ну, вот примерно такие. Типа того, так и есть. Ну, это легко. Это легко. Это легко. Это вот здесь раньше. Ваширон Константин. Правильно. Женев. Леген. Вот это да. Чуть-чуть-чуть. По... 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 По лжет. По лжет. По лжет. Еще варианты. По... Подсказка вот вам. По лжет. А-а-а-а. Пилот. Практически. Практически. Еще одна попытка. Вторая. О. Это советский бренд, ребята. Ползет. Слушайте. Мне кажется, лучше не будет. Супер игра, супер игра. Надо будет прочитать название брендов. Жерар Переге. Патек Филипп. Жожели Культер. Шерон Константин. Полет. Ну, Абум Мерсия. Вот Адем Арпеге. Все. Идеально. Просто страйк. Просто страйк. Отдавай все с ним. Все. Все отдавай. Все вам. Временами мы смотрим вместе на новинки часового мира. Не только новинки, а на какие-то интересные часы, которые приносим друг другу показать и рассказать. Гаррис мне принес что-то интересное, чего я еще в руках, честно, не держал и готов. Слушай, у меня сегодня очень интересная штуковина. Это, по сути, эксклюзивный проект нашего товарища Антона из Томска. Антон, тебе огромный привет. Это часы, которые он купил и решил кастомизировать. Часы Восток, которые он отправил мастеру Сергею Трифонову, который провел с ними очень интересную кастомизацию. Вот посмотри. Ты же видел много раз всякие разные версии Припяти. Востоков я видел очень много. Вот. И Припять это интересно. Это титан, что ли? Нет. Это, как ты можешь понять, по весу. Это сталь, которая пескоструем обработана и вот доведена до такой внешнего области. А красиво? Очень красиво. Но я сначала не совсем, может быть, понял, зачем именно белый безель. Но потом, со стороны, когда посмотрел, я понял, что именно так хорошо бьется. Слушай, мне очень нравится обработка корпуса. Это выглядит прям интересно, нестандартно. Красиво. Красиво. Браслет. Ну, понятно, вот этот тот, который Восток ставит, да? Его же и обрабатывал или купил новый? Нет, нет. Они полностью все обрабатывали сами. Короче говоря, очень... Корпус, задняя крышка какая-то здесь... Там черепашка. Черепаха и ребенок. Та самая черепаха, да. Покатай меня, большая черепаха. Вот. Очень интересные часы получились. Безель тоже не родной, наверное, тоже какой-то безель. Вот ты знаешь, сейчас я тебе не скажу, возможно, что не родной. В любом случае... Циферблат Припять, а Циферблат тоже другое делал? Он сам, насколько я понял, делает Циферблат Сергей. Ну, он делает много кастомизации Востока, что-то под своим брендом. Единственное, что меня немножечко сильно очень смущает в его часах, это то, что он полностью их модифицируя, выпуская совершенно другие часы, оставляет иногда логотип Восток. А, ты имеешь в виду, что логично было бы свой какой-то, да? Конечно, иначе это как бы воспринимается как подделка. А, вот так. Ну, может быть. А здесь же нет такого, да? Здесь такого нет. Там внизу что-то написано, но я не могу прочитать. Сейчас я прочитаю. Возможно, там что-то и написано, но надо призумиться. Вот. А в целом, ну, выглядит прикольно, выглядит классно. Это хороший вариант для тех, кто хочет что-то необычное, но при этом не тратить огромный бюджет. Ну, как будто титановый Восток. Это вот, знаешь, в чем сила микробрендов? В том, что ты за небольшие деньги получаешь такой укол от часовой болезни, такую пилюльку. И получаешь что-то классное, что-то прикольное и не массовый бренд какой-то, который можно встретить на каждом втором запястье. Вот. А здесь то же самое. То есть при небольшом, относительно небольших вложениях человек получил возможность поиграться. Придумать что-то, вот придумать свое какое-то видение этой модели. И это действительно круто. Вот я, честно говоря, даже немножко призадумался, может мне какие-нибудь тоже обглядеть. Как выполнено, мне нравится. Как проект, мне нравится. Сказать, ну, вопрос стоимости, сколько обошлась вся эта модификация. Модель в среднем вот эта в этом корпусе стоит там в районе 5 тысяч рублей. Ну, да. Да, это как бы ерунда. Были до этого там 4 тысяч, они сейчас вот немножко подорожали. Ну, даже пусть десятка, не принципиально. Вот. А вся вот эта работа с пескоструем, со всеми делами, с дополнительными вот этими бездиями, вышла стоит в районе 20 тысяч рублей. Вот. Когда доработка стоит в 2 раза больше, чем сами часы, а то и в 4. Но ты получаешь что-то свое. В целом здорово. Прикольно, прикольно. Хотел показать. С индикатором. Такая же история. Как раз они предлагали на тот момент очень интересный вариант поиграться, придумать, подумать. Так и сейчас можно, да. Совершенно точно. Вот. Это отличный вариант именно по себя немножко повеселить, по как-то, наверное, порадованию. Я скоро себя повеселю. Очень надеюсь. Верю, верю. Ждем. Серега. Мы все верим. Вот. Вот такой вот интересный. Прикольно. Напишите в комментариях, что думаете. Да. Мне в целом нравится. А наш-то соведущий Юрка, он-то был у Сергея Трифонова в мастерской. У него есть, по-моему, целые видео по этому делу. Он-то брал интервью. Надо мне обязательно смотреть. Потому что мы хотим тоже снять их. Ну, так вот детально все показать, рассказать. Поэтому надо посмотреть Юрцова видео. Вот Юрка бы сейчас нам не помешал. Но он где-то там. Где-то там, далеко. Там далеко-далеко есть земля. Временами мы приглашаем гостей. И этот выпуск не станет исключением. Потому что поговорить про микробренды хочется еще с кем-то, кто в этом понимает. А может быть даже посещал какие-то особые выставки микробрендов. Поэтому прямо сейчас мы устраиваем телемост со штатами, где наш дорогой друг Павел посетил выставку микробрендов. Приобрел себе интересненькие часы и посмотрел многие другие. Так что смотрим, общаемся. Аппетитные часы. Аппетитные часы. Подключаемся. Телемост с Соединенными Штатами Америки и наш специальный корреспондент, но на самом деле большой друг и канала, и мой лично, и просто классный парень Павел из Штатов. Привет, дорогой. Очень рады тебя видеть в нашем самом часовом на YouTube шоу. Hello and welcome. Привет, парень. Специальный корреспондент по всему миру Павел из Мичигана. Здравствуйте. Немножко негласная тема всего подкаста – это микробренды. Мы уже поговорили про наши отечественные новинки. Мор Прибор, Эльбрус, Индикатор в том числе. Вот моя майка – индикатор. А вот мой индикатор. Я думаю, ты про эти бренды слышал. Конечно, конечно. Сергей большой молодец. Вот. И сегодня мы хотели, чтобы ты нам рассказал, как обстоят дела с микробрендами в Штатах. Потому что недавно я знаю, что ты посетил интересную выставку. Выставку часов в каком штате? Выставка часов в Чикаго. Выставка часов в Чикаго. Отлично. Что такое выставка часов в Чикаго, Паш? Чё за бренды там были? И в каких часах ты туда отправился? Рад буду поделиться. Это был первый у меня такой опыт. Я никогда раньше не ездил на часовые встречи. Ежегодно в Чикаго проходят встречи энтузиастов под названием «Вайндап». Они бывают не только в Чикаго. Это ближайший город ко мне. Удалось съездить, посмотреть. Была причина, по которой я туда поехал. Говоря о микробрендах. Ой, часовая, ой, часовая. Говоря о микробрендах, приходит на ум студия Underdog. Это вот те, которые делают часы пиццу, часы кофе. Одни из самых хайповых сейчас. Да, да, да. Невероятно хайповый проект. Основатель Ричард Бэнк. Интересная личность. То есть бренду всего 2-3 года буквально. Они появились в разгар ковида. И, ну, как-то взяли прям штурмом эту индустрию. То есть они выпустили смешных раскрасок несколько моделей хронографов. И произошел тот как раз случай, когда часы, которые стоят там 300-400 долларов, тут же были распроданы. И на вторичке торговались там в районе полутора, там, двух тысяч долларов. То есть что-то невероятное произошло. А там были лимитки же довольно, ну, небольшие лимиты. У них небольшой был бетч продакшн. То есть они, ну, сделали посмотреть, как получится. То есть они вот просто вот, ну, сделали ради своего удовольствия такой проект. И он очень зашел. Калибр использовался сигаловский, да, вот этот хронограф. Китайский, да. Китайский. Многие микроленды собирают все абсолютно в Китае, но там какую-то привязывают интересную историю. И говорят, что вот у нас там все там детально собрано вручную там эльфами в Швейцарии, да. Но, к сожалению... Швейцарские эльфы, да, да. По ночам, да, там, по песне. Ночью, когда все с роликса уходят, мы делаем супер-клон ролик. На том же заводе, на том же просто. Только в Бельгии, да. Вот, а-а-а. На вафельном. На вафельном. Шоколадная фабрика рядом, ладно. Здесь тоже история, то есть получается, китайский калибр хороший, но достаточно простой. Интересно очень был сделан циферблат, много деталей, то есть чисто дизайнерские решения интересны. И, насколько я знаю, Ричард, он работал в компании Браун, но Браун делает не только там ваши чайники и там микроволновки, они еще выпускают часы. Это такой факт, который, на самом деле, не очень широко известен. Ну, есть у них так кварцушка, по-моему, да, такая простая. Но она очень стиленая. Я думал, это мерч вообще. Ну, как бы... Ну, типа, купил микроволновку, часы в подарок. Ну, типа... Ты будешь удивлен, но вот нет. У них есть все-таки часы, которые прям часы. Я так понимаю, что ему стало там немножко скучновато. Вот. И он решил создать свой собственный бренд и стал неким таким фурором. Да. Были представлены несколько моделей. Они тут же разлетелись. Спустя пару лет он представил модель 02. Она уже была в форм-факторе таких филд-часов. Но с интересным решением. Там был многоярусовый циферблат такой, как получается. Градио такой. Да, несколько элементов. Получается такая глубина у него интересная. И там уже стоял более серьезный калибр, но и ценник вышел там сразу сильно выше. Естественно, сразу понеслись комментарии, что такое. Куда, Катя, самика бренды? Да, да, да. Мы все дальше от года. Зажрались. Да. Вот так вот сделали одни нормальные. Понеслось. Все. Давай заработать на нас решили. Да. Ну, и были огромные просьбы вернуть модели. Вот первую. И в марте был заранее объявлен дроп, что они будут собирать заказы. И открылось окно продаж. Я колебался. Твоё сердечко не выдержало, да? Колебался, да. Ну, сколько уже можно? Часов. Вот. Но это неизлечимая у нас болезнь. Вот. Я общался в чатах с ребятами и говорят, ну, попробуй, если что, как-то уж найдешь, наверное, куда пристроить. Если что, продашь, конечно. Да. Я свой заказ оформил спустя час от старта продаж. Недолго ты колебался. И мой заказ улетел просто сразу на июль. То есть у них было сколько-то заготовлено часов, что они готовы были начать отгружать уже в апреле. Но они продали просто какое-то невероятное количество часов за, там, 9-часовый портал, что они, по-моему, до сих пор их доставляют. Я заказал мяту. Мятного цвета, хронограф. Мне он наиболее показался носибельным. Самая популярная модель – это арбуз. Классный, очень яркий. Но для меня был вот именно момент такой. Я ношу все свои часы, и вот вопрос носибельности. Я не очень понимал, как мне вот такую модель пристроить. Чем сосчитать? Возможно, да. И второй момент, естественно, который хотелось обсудить по поводу вот этого бренда. В прошлом году на 1 апреля они решили пошутить. Они выпустили ролик, где Эндрю из канала Time and Tide проводит интервью с Ричардом. И Ричард говорит, я потерял вдохновение. Я не знаю, что мне дальше делать. И тут он приносит пиццу на ланч. Он открывает, и у него там… Прозрение, аллилуйя. Вот. И он представляет, что выйдет новая модель – пицца. И выставляет, по-моему, пепперони там. Они за там кратчайшее, хоть это была и шутка, за кратчайшее время получили невероятное количество там… Да, да. Просто людей интересующихся, что как, когда можно будет купить. И решили выпустить этот продукт. Ну, очень классно, что решили так сделать. Но с небольшой заковыркой. Эта модель никогда не будет доступна на онлайн-продажах, на дропах, еще что-то. Эти часы можно приобрести только на личных встречах, на часовых мероприятиях из рук Эндрю или Ричарда. Они их предлагают, я покажу, в коробке. Они с собой, знаешь, носят ящики. Такая коробка, стилизованная под пиццу. Вот. И вот они их вручают. И я посмотрел, когда будут подобные события. То есть там Лондон, Нью-Йорк, еще какие-то города. И вот ближайший ко мне был Чикаго в июле. Ну, ты решил спланировать таким образом, чтобы посетить обязательно выставку и получить такие вот уникальные, интересные, смешные часы, которые вот сейчас на мне. Ого-го! Покажи, покажи, покажи поближе. Да. Класс, класс. Ну и подожди, а как же вот носибельность? Ты вот сидишь такой в сорочке, все дела, как бы серьезный человек, а у тебя как пепперони на руке. Вот пепперони на руке, казалось бы, что они такие, необычные, смешные, но при этом выбор цветов абсолютно нейтральный. То есть действительно стоит выглядеть, что у тебя там происходит. Вот. И даже по работе, когда я езжу на какие-то мероприятия, на какие-то выставки, в какой-то степени связано с индустрией еды, очень даже, в принципе, мне подходит. Говорит, тебе такие часы носить нельзя. Уже все время хотеться кушать. Так иди, но я поэтому держусь подальше от студии Underdog. Классические шуточки над Гаррисоном, да? Нет, у них же есть еще с кофе, да? Я вот кофе очень люблю и тоже будет намек, знаешь, пора бы кофейку. Может быть, кофе-то не у них. А наоборот может сработать? Нет, нет. У них были другие модели, да. Кофе – это брю. А кофе – это брю. Брю, кстати, тоже были представлены на этой выставке. Джонатан Феррер удалось познакомиться с основателем компании. Он там так одиноко стоял, как такой отличник. Мы к нему не особо шли. Хотя достойный бренд, очень классные часы. Популярная модель Метрик, она уже распродана. Часы стоят примерно 450 долларов. Там Сейко Мегаквард стоит. Размер, по-моему, 36 миллиметров. Очень носибельный. Там интегрированный браслет. За счет интегрированных браслетов часы всегда смотрятся больше. Поэтому хоть и часы небольшого размера, они будут нормально смотреться на запястьях. У меня запястье 17,5, поэтому мне вот небольшого размера, наоборот, лучше даже часы. И интересный тоже момент. Как раз ты сказал про кофе, у него выделена шкала внизу с 25 до 35. Потому что это идеальное время приготовления эспрессо. То есть вот это вот между 25 и 35 секундами. То есть это уже зависит от бариста, когда останавливать процесс. Но вот у него вот как раз про кофе ты сказал. Это вот как раз брюк. Мы будем с тобой носить, Гарри. Ты спится и я с кофе. А потом будем меняться. Слушай, ну часы классно. Мы обязательно посмотрим в конце на те, которые ты купил. Ты расскажешь. Еще раз эмоциями. Не такими первыми, а более детальными. Конечно. Ты на выставку поехал первый раз, да, как ты говоришь. Взял что-то очень классное на свое запястье. И я видел твои часы в официальном аккаунте одного из брендов. Да, так получилось, что, конечно, на любые мероприятия мы едем с авоськой часов. Ну надо все что-то, да, да, да. Хотелось надеть какие-то часы, которые зародят беседы, да. И для меня такими часами является вот Christopher Ward Bell Canter. Очень люблю эти часы. Ношу не так часто, но вот как раз нет лучшего мероприятия, куда их можно надеть как на часовое мероприятие среди таких же энтузиастов. И, да, Christopher Ward присутствовал на стенде, они представили свою новую модель Super Compressor. Мы вот как раз, по-моему, хотели их обсудить, да, и тут вот Пашка съездил и нам все рассказал. Ну, еще не рассказал, но расскажет. Супер компрессор интересная модель. Вообще Christopher Ward… Спойлер кинул. Мне очень нравится этот бренд. Классные они часы делают. Вот цена-качество, мне кажется, очень сложно с ними бороться. И одна из таких очень популярных у них моделей, вот и визуально она мне больше всего нравилась всегда, это был Super Compressor. Первая реитерация, которая вышла, по-моему, в 2020 году. А вот эти новые часы – это симбиоз той старой модели и симбиоз еще с моделей Diver Timer, по-моему, у них называлось, которые были как раз тоже с таблицей декомпрессии на циферблате. То есть они объединили две эти модели и вот выпустили новый Super Compressor. Он у тебя уже появился в шкатулке? Нет, нет, он у меня в шкатулке не появился. Прекрасные часы, у меня был опыт, я немного занимался дайвингом и эта тема мне интересна. Единственное, всегда, когда заходит разговор про часы дайверов, это вот даже появилось понятие desk-дайвер, да? Что в основном все в описи сидят, стучат, вот у кулера с ними разговаривают. Реально... Мне недавно парень в комментариях писал, что, говорит, вот сейчас там был на отдыхе где-то на пляже, ни одного, блин, человека, говорит, в дайверских часах. И, конечно, все в офисе. Что понравилось при общении с ребятами со стенда, вот там присутствовал их директор продаж Майк Пирсон. Они позиционируют эти часы четко как бэкап. То есть это вот, да, пользуйтесь компьютером, это просто механический бэкап. То есть они не толкают вот эту тему, что там, да, что нужно, вот, единственное, на что поручаться под водой, это часы механические. Да нет, ну это уже все понимают, профессиональные дайверы это понимают. Это как мы говорили вот в прошлом выпуске, да, про 6МХ там была тема, про яхтенный таймер. Что это не столько часы для того, чтобы реально там в регате выставлять, гоняться. Это часы потом для твоих прогулок повседневных, чтобы вот люди поняли, что ты из моей тусовки, ты понимаешь, есть о чем поговорить. Систему свой, чужой. Да, да, да. Я добью просто вот между вами. Я тут как-то ехал в метро и напротив меня ехал человек, взрослый мужчина, Вадимар Пеге Роэлл Ок. Кварцевый? Не знаю, не могу сказать. Кварцевая механика выглядели неплохо, но я хочу сказать, что я вообще человек-то вроде, ну скажем, не самый, как сказать, миловидный, наверное. Вот, и когда я вижу часы, я, не, не, ну я когда вижу часы, просто, ну, ты со мной в транспорте снимаешь. Ты со мной просто в транспорте не ездил, да? Я начинаю на них смотреть, ну типа настоящий, ненастоящий, ненастоящий. Потом на него, потом на часы. Я смотрю, что ему некомфортно, что ему просто некомфортно. Ну, я еще потом и за ним пошел, наверное. Нам так вышло, что нам было похудеть. Мужик уже убегает, Гарри сзади. Стойте, мои адыбары. Вполне может быть оригинал, но, в общем, он был некомфортно. Это вот, о чем мы с тобой говорили, что лучше часы носить под стиль жизни, подобно же. Если везешь в метро, наденешься, что-нибудь такое, что не страшно потерять. Ролл-с-ройс там где-то в пробке застрял, но мы проеду до метро 3 километра. Он во вкус вилла ушел. А тут Гарри с такой заим. Он ушел во вкус вилла, до 11 часов вечера оттуда не выходил. Ну, я совершенно случайно это заметил. В общем, да. Вот такое случается. Если вы видите меня в транспорте, не бойтесь. Мне просто интересно, что... Камеру скажи. Если вы нашли и смотрите эту кассету, знайте... Ваши часы могут быть у него. Ну, во всем. Ты носи футболку, я добрый. Да, с таким грустным лицом. Просто люблю часы. Люблю часы. Чужие. Слушай, ну, с технической части, вот, часы, на самом деле, они сделали очень классные. Это то, за что, мне кажется, любят эту марку, что модель представлена в ценовом диапазоне до 2000 долларов. То есть там самая простая на Каучуковом. А от? От 1670. А, ну, это такое уже, вот, пограничное. Мы просто... Ну, это ценовой диапазон на ракету, да? Мы в прошлом видео обсуждали в новостях Сертину. И у них вот есть классный дайвер, новенький. Сколько они там были? 800 или 900 евро? 945. Ну, чуть-чуть меньше тысячи. А это сертина, 1000 метров, дабл секьюрити. Сапфир, керамика, в общем, все как надо. Все красиво и как бы всего лишь... 945. Ну, это в Европе, в российском ритейле наверняка там будет цена другая. Причем там ты еще можешь выбить скидончик. Вполне. А тут, как бы, ну, можно с ракетой сравнивать и... Ну, там и друг, другой продукт. Сравнивать цены вообще страшная вещь. Давайте не будем. Отдельный выпуск этим посвятил. Отдельный выпуск. Последний. А, да, я хочу напомнить, наверное, нашим друзьям, что выпуск с Павлом про как раз-таки Бель Канта, про Кристофер Вард. Можете посмотреть по ссылочке в описании, переходите в описании, либо здесь где-то всплывет, смотря где вы смотрите это видео. И мы там с тобой, Паш, классно пообщались про твои Бель Канта, как ты их покупал. Первые впечатления, первые эмоции. В общем, обязательно рекомендую к просмотру. Классный был тогда ролик про часы американца. Что на выставке... Вот, да, почему твои Бель Канта заинтересовали ребят на стенде Кристофер Вард? Это самые первые Бель Канта, которые они представили в тинем цвете и которые были распроданы за несколько часов. Их очень сложно найти сейчас вот в дикой местности. Просто посмотреть на руке даже вот на этом часовом мероприятии и я не встретил ни одного человека вот с подобными. Но были люди с более свежими моделями, с другими тонами. Но оригинальный вот этот вот дизайн, он, конечно, бросается в глаза. Порадовали за тебя парни? Да, да, да. И многие останавливали. Мероприятие, мне не с чем сравнить, но... Вот хотелось бы просто дам впечатление о том, как проходит выставка. Мы понимаем, как проходят выставки в России. Мы понимаем, как проходят выставки там в Женеве, в Швейцарии, где все там на мега пафосе. Как там Дубай, вот ребята ездили, да, показывали там все. Вот Джейкоб энд Ко ходит в бриллиантах. И как это происходит в Штатах? И насколько пафосна это была выставка с точки зрения брендов? Или я так понимаю, что в основном это небольшие компании? И как они вот ведут себя с клиентами? Как можно было туда попасть? Вот поделись эмоциями в целом. Мероприятие было небольшое. То есть все помещение, которое было выделено, ну, не больше 150, наверное, квадратных метров. Поэтому все стенды можно будет прикрепить видеорядом. Видно, что они стоят прям друг на друге. То есть один микробренд заканчивается, другой уже начинается. Мероприятие открыто для всех. Никаких билетов приобретать не нужно. Просто вход с улицы для всех желающих. Что мне очень понравилось, помимо прочего, что есть непосредственная возможность взаимодействовать с первыми лицами компании. То есть тот же там Джонтон Феррер, основатель Брю, был там. Ричард Бэнк, удалось пообщаться с ним от студия Underdog. Юп Филипп, Фортис, прекрасная, интересная марка с богатой историей, космические часы. Фортис, да, это вообще, ну, как бы, классная тема. Наши космонавты летали в Фортис, так как российские. Да. Они представили, ну, он привез на эту выставку. Удалось с ним пообщаться в, наверное, больше 30 минут. Он очень интересный человек. Как полезно знать английский язык, да? Он не родной ни для меня, ни для него, но мы нашли общий язык. Вот. Он показал новую модель на Ванат, которая пришла на смену космонавту. Но они ушли от ЕТА вальжу 77-50, и теперь у них новый калибр. Часы основательные. То есть ты их берешь в руку, и они прям серьезные, тяжелые, как любят писать видео. Твои подписчики. Брутальные такие. Мужские эти. 200 признак надежности. Ну да, тяжелые. Интересная модель, да. И также он показал часы, которые вот самые новые. Это часы, которые он сделал для своего друга, который купил билет как первый турист космический и должен улететь в космос. Этот момент мне показался тоже странно, но вот он считает, что именно его друг, это именно первый турист, и вот он вот-вот полетит. И часы, которые он показал, они как раз все стадии полета фиксируют. То есть когда у нас отделяется какая ступень, когда у нас сгорел там какой-то бак, когда у нас что-то отвалилось, вот он это с таким, с большой страстью все это рассказывал, поэтому... Подержать дал или просто фотки, картинки? Дал. Разрешил, да. Кстати, интересный момент про дал-подержать. Присутствовал стенд булава Акутрон. И вот для меня тоже вот интересный этот момент. Гарриас, у тебя была возможность, по-моему, их померить где-то, да? А новые Акутроны эти здоровые? Может быть и было дело. Ну Акутронов довольно много было. Я видел их много моделей вживую. Ну вот с прозрачной, там с зелеными оттенками. Ну это в быстводе. Да. В быстводе они были, да. Да, да. У нас у Артура, у него тоже есть. Да? Да. Меня, конечно, завораживает просто вот этот вот механизм, который работает вот от этой энергии, да, там. Общаясь на стенде с представителем компании, он откуда-то нам из своих этих подземельей достал, ты, говорит, это вот суперлимитка, мы их сделали 10 штук. Больше не будет. Покупай. Вот я говорю, нет, не буду из чего покупать. Он говорит, я тебе дам большую-большую скидку. Я говорю, не-не-не, покупать не буду все равно. Он говорит, подожди тогда. Встает, распечатывает все пленки, говорит, дай руку. Дал мне, значит, надел их на руку и говорит, ходи весь день. С тебя 4 тысячи, да? Да, ходи весь день, вот, короче, они тебе 100% понравятся, ты в конце дня их 100% у меня купишь. Это новая компания? Я ходил. Это какая-то просто их вариация, потому что они пробовали разные новые материалы, они представляют новую линейку ремней из аллигатора, вот, и там цифербрат просто в несколько тонов покрашен зеленым. То есть это такая, знаешь, минимальная лимитка просто для это сказать, что вот у меня одни из десяти, вот. Но, тем не менее, вот я довольный ходил по этому мероприятию весь день с Абеликанта на одной руке и с Акутроном на другой. Понравились? Понравились, да, классные. Крупные. Со мной была жена, она голос, она... Куда ты лезешь? Хватит! Не предлагайте ему ничего! Только сегодня! Только для тебя! Новый прайс! Я взял с собой в лице зоны, и всё. Мы пришли в конце, и я... Выбирайте вашу зеленку. Брать не буду. Ну, чё поделать, как бы... Твои часы тебя всё равно найдут, если это они, то когда-нибудь окажутся, даже несмотря на то, что 10 штук линитка. Может, потом... Для меня было интересно два момента про этот Акутрон. Первый момент, это то, что мне всегда они казались огромными. У меня запястье 17,5, и они сели, ну, достаточно неплохо. И второй момент, это чисто технический, он сказал, что если ты эти часы выставил время и хотя бы раз за 10 дней поносишь, никогда в жизни тебе не придется переставлять время на них. То есть там точность какая-то просто невероятная. Атомные. Сильно. Нет, ну там технологии, во-первых, интересные. Она сложная. Мы попросим Юрку рассказать нам про Акутрон. Он нас в механизмах соображает. Сейчас Юрка где-то там сплавляется на платах. К сожалению, не с нами. Нет, нет, к радости. К радости кого? К радости Юрия и, к сожалению, нашему. Да, да, да. Ну, обязательно уже в следующем выпуске он точно обещал быть. Кстати, про Юрку очень жаль, что его с нами здесь нет. Потому что как раз такой мощный сигвей с огромных Акутронов. И Юра, который нас любит ходить по горам везде, Орис присутствовал на этом мероприятии. Орис? И помимо прочих моделей меня заинтересовала модель ProPilot с альтиметром. Механический альтиметр. Показывает высоту метр. Интересный момент. Кейс. Надо посмотреть. Он весит, по-моему, 50 грамм или что-то. Такой вообще невесомый. Он напечатан из карбона на 3D принтере. Ну вот эти технологии, конечно, сегодня, да. И 47 миллиметров даже на моем небольшом запястье казались очень даже такими нормальными часами. 47 миллиметров, 98 грамм. Так, VR 10 бар. Калибр 793.1. Я не уверен, это их in-house или не in-house? Скорее всего, нет. Да какая там разница на самом деле? Да, это не важно. Таким сложным усложнениям, скорее всего, нет. Мне кажется, вряд ли они допилили. Да. Хотя Орис молодцы. То есть то, что они делают со своими калибрами, очень круто. Мне вообще очень нравится Орис. И на самом деле мне очень понравились их вот эти профессиональные дайверские часы. Делал я обзор, вот такие синие, вроде огромные, вроде здоровенные. Знаешь, там все пишут, чего? Да как их носить? Да это, типа, ко дну только отправить. Но опять-таки на моей небольшой руке они смотрелись прям классно. И я смотрю, красивые, интересные, такие яркие. Вот именно для летнего отдыха прямо оно. Но не всем зашло. И Орис даже сильно на них ставку не делал. То есть там не пиарили активно как-то. Хотя часы классные, мне кажется, что должны быть. В общем, Орис компания достойная, интересная. Хочется видеть их на российском рынке официально. Но пока так. Кто еще из интересных тебе запомнился на выставке? Ну, из микробрендов, которые на слуху. Опять же, я вот не настолько детально, к сожалению, знаю. Мой взгляд сразу привлек Стэн, который выставлял недалеко от Джонатана Брю. Фарер или Фарер. Вот поправьте знатоки. Знатоки напишут в комментариях. Электрофарер. Фарер или Фарер. Популярная тема. И много, я вижу, мелькает. И в телеграмах, и на руках люди скидывают фотки. Как себе? Это очень интересно. А я вживую даже их не трогал никогда, если честно. Мне понравилось качество изготовления. То есть, удалось подержать в руках модель с лунной фазой. Калибр Селита стоит. Интересный момент, что и с рифленой. Они сказали, что вдохновлялись старыми зажигалками. То есть, вот таких каких-то там тысячи ранних девятисотых годов. Вот. Понравилось. И у них очень классная тоже модель. Популярная. Одна из новых. Это Вольттаймер. В мировое время. У меня есть Вольттаймер. Мне это усложнение интересно и знакомо. И очень здорово, что вот такие усложнения приходят в более доступный сегмент. Ну, на самом деле, да. Но они, конечно, много чего копируют, наверное, все-таки. Или там прям совсем свое? Я думаю, что, конечно, они вдохновлялись многими брендами. Но дизайн все же достаточно уникальный. Мне сложно сказать, что это вот стопроцентный там дубликат какой-то модели или там реплика или хамаж. Возможно, вот это хамаж в правильном смысле это слово, когда что-то было вдохновлено. То есть, это не полное. Вдохновились, пересмотрели, переделали. Отсылочка какая-то есть, но не так, как бренд, который нельзя называть. Паш, ну, мы, во-первых, очень рады, что ты посетил выставку, рассказал нам, поделился со зрителями, с нашими друзьями тем, как это все происходит в Штатах. Надеюсь, теперь более понятно. Хотя, наверняка, опять-таки, в Штатах есть разные, я думаю, выставки, разные мероприятия часовые. Но вот эта микробрендовая тусовка, она сегодня актуальна не только в Штатах, но и в России, и в Европе, и опять-таки везде. Соответственно, у меня к тебе есть вопрос, как к ценителю часового искусства, как к обладателю довольно большой коллекции и швейцарских, и российских, и японских часов. Микробренды. Все-таки мы прекрасно понимаем, что, наверное, 99% микробрендов – это по большому счету китайские часы. Ты сам говорил, что в некоторых моделях, в некоторых брендах используются китайские калибры, тот же Seagal. Ни для кого, наверное, не секрет, где делаются корпуса этих часов. Ни для кого не секрет, где делаются циферблаты, стрелки. Да, это не соседний с Rolex завод, а как бы город-герой Китай. Твое впечатление, Паш, от этих… Вот ты берешь одни часы, там, тот же Studio Underdog, да, и рядышком Omega, или рядышком… Молния, пускай, наша… Ланжин. Восток, Ланжин. Ощущение, вот, не, это Китай есть, или все-таки это на уровне, все-таки это классно? У меня опыт владения микробрендами небольшой. По сути, это, ну, в основном все сводится, наверное, к Baltic, модель MR01, и вот сейчас Studio Underdog. У меня есть китайский турбион, уж не знаю, насколько его можно относить к микробрендам, хотя World of сделано в Германии, тоже у меня такая модель присутствует. Ну, я, наверное, все-таки… В чем в Германии, да, как можно говорить, раз там китайский калибр… Ну, это классика. Ну, слушай, мы обсуждали с тобой, видите, эту модель, у меня есть товарищ, который обладает такими достаточно серьезными часами, и вот каким-то образом ему очень сильно захотелось именно этот китайский турбион. И вот он там нашу небольшую там компанию надоумил, и вот несколько человек приобрело эти китайско-немецкие турбионы. Вот, я рад этому опыту, я не против, то есть я не могу ничего сказать плохого, за свои деньги сделаны часы неплохо, плюс у меня появилась возможность прикоснуться к такому сложному там усложнению, да, как турбион, потому что, ну, среди чего-то более приличного, скажем, ценник был бы сильно выше. Да, конечно. Качество ремешка, которое они изменили вот в этой реитерации во втором выпуске первой модели по сравнению с первым выпуском. Часы сделаны очень классно. Я не думаю, что там по прошествии времени они будут меньше занимать места на моем запястье. Болтик, опять же, наверное, пару лет он у меня уже есть, с удовольствием ношу, классные часы. Также была возможность через них познакомиться с усложнением там механизма с микроротором. Понятно, что это китайский калибр. Уж не знаю, насколько верить, опять же, сказкам про эльфов там, которые там собирают это все, как там, знаешь, там разработан дизайн. Я недавно ездил в Китай к эльфам, как бы, все видел. Они такие, как мы представляем. Понятно, что никто там не изобретает велосипед. Если есть хороший нормальный калибр, почему бы его не использовать, плюс его всегда можно довести до ума. Что мне понравилось в студии Underdog, они дают даже маленький там паспорт, они все часы как-то доводят. И вот у меня пришли две модели. После разговора с Ричардом на выставке, когда я ему сказал, что я все еще жду свою мяту, он записал там, попросил меня записать имя. И мне они в один день пришли сразу и пицца, и мята. Пицца мне пришла по одной простой причине. Выставка длилась три дня. В пятницу, субботу, воскресенье мы приехали только на субботний вот этот выставочный день. У него было ограниченное количество, естественно, пицц с собой. И пицца с ананасами, она, ну, менее популярная здесь, на американском рынке. У него есть, да, pineapple pizza, модель, и pepperoni. Я хотел себе pepperoni. Pepperoni уже у него отсутствовали, pineapple оставалось три штуки. Тех, кто хотел приобрести pepperoni у него из рук, он давал такой, как, купон, который ты сканируешь, и тебе отправляют там в течение двух недель. Соответственно, там, по прошествии двух недель, мне пришли сразу же и мятные мои, и вот эти вот pepperoni. Калибр, вот, если так вот смотреть, я постараюсь приложить какое-то видео, вот первое впечатление, конечно, визуально, но не по тек. Хронограф, ст, вот, базовый, сигаретский. Но, когда смотришь на циферблат, вот, внимание. У меня слюноотделение началось, ты что, сейчас шоу заканчивается. Отличная интеграция сейчас была бы для какого-нибудь доставки. Говорит, брокколи, брокколи. Или здорового питания, тут уж кому что. Вот именно как сделан корпус, как сделан циферблат. То есть, ребята постарались, сделали, вот, ну, хорошо. Какие-то даже, вот, ну, опять же, это, чем приятен этот бренд, студия Underdog. То есть, Ричард, он сам такой смешной. И у него, вот, просто видно, что ему в кайф вот это все делать. Я смотрел одно из его интервью, когда он начинал, вот, свой вот этот путь, да. Очень часто такие вот микробренды, они выпускают какой-нибудь дайвер, там, черный, да, с понятным дизайном, там, похожим на три самых известных дайвера, да. Вот, и это продается. Он сделал часы, которые не похожи ни на что. И даже был смешной момент, что есть китайский бренд Proxima, популярный достаточно. Они выпустили хамаш. И тут, конечно, я видел баталии, то есть, это, знаешь, это люди, кто-то говорит, что там разные стрелки, разные цвета, ну, как же, ну, нет, это совершенно другие часы. Это же совсем другие часы, да, конечно. Но когда ты их, вот, мы, наверное, для зрителей, да, покажем фотографии, чтобы было понятно, о чем я говорю, кто не знаком, там, ну, понятно, что вдохновились очень сильно, да. И, значит, этот, они сделали арбуз, вот, самую популярную модель от Ричарда, да, от студии Underdog. Они сделали в таких же цветах, вот, такого же плана, вот, свои часы Proxima. И потом они выпускают авокадо Proxima. То есть, они решили сделать просто другую цветовую гамму, вот. И что сделал Ричард? Да, 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 да. Он просто делал себе такие же часы. Он даже специальный видос записал. Как бы сделал хамаш, хамажа, хамажа. Слушай, а, как бы, просто очень может быть, очень может быть, что они делаются в одном месте, реально. Ну, вполне очень. И, как бы, меняй шильдики. Сильдики, да. Там одни и те же эльфы, как бы их тщательно отбирает. Да, эльфа молодцы. Но все равно это крутая история. Я думаю, что тема микробрендов, она интересная. Это, да, часы такие энтузиастские. Главное, что они дают возможность большему количеству людей прикоснуться вот к каким-то вот таким историям. Подпробовать что-то новое для себя. И я вот благодарен этому опыту. Съездил классно, провел время. Замечательная выставка. Общался с большим количеством людей, прям заряженных такой позитивной вот этой вот часовой энергией. Мне было очень, мне было очень интересно. Паш, подытоживая вот все, что ты рассказал, у меня есть еще финальный вопрос. Опять-таки немножко начну издалека. Final round. Бывают комментарии, встречаю и я, и там, ребята, мои коллеги встречают комменты. Да продай все, купи одни нормальные часы. Допустим. Да если ты возьмешь себе Rolex, ты больше не наденешь вот это все остальное барахло, которое у тебя лежит. Типа ты поймешь, и вот это все уже не наденешь. У тебя есть и Rolex, и Grand Seiko, и Vostok, и Underdog, и еще куча всего. Ответь этим людям. Вот почему ты не бросил все и не носишь только свой Rolex, а как бы ротируешь часы, и у тебя можно встретить и все, что угодно. Finish him. А не правда, ты только на камеру носишь все остальное, а такой, где мой Rolex? Я с удовольствием нашел и Rolex, и какие-то другие часы такого более высокого там уровня, но приобретая часы, я выбираю их там, вот мы с тобой говорили об этом. Мы говорили, да, но кто не смотрел то видео. И душа, и знаешь, там и умом, и сердцем, и душой, да, вот что-то мне понравилось. Здесь мне, вот допустим, если рассматривать студию Underdog, мне нравится вся концепция. То есть человек сидел в ковид, да, там думал, что мне сделать. И да, он имел какой-то опыт, будучи дизайнером, там работая на Браун, но он решил просто с нуля создать вот свой дизайн. И за какие-то 2-3 года это разрослось во что-то прям невероятное. То есть о студии Underdog там знает, в принципе, ну, все вот часовое комьюнити, да. То есть там объявляется дроп на часы, и там за первые 9 часов, за все 9 часов, они там собрали столько там этих заказов, что можно там в ближайшие 50 лет просто штамповать этот первый вариант хронографа. Но есть желание что-то делать новое, есть желание радовать людей. Он говорит, что в конце августа у него выходит какая-то первая коллаборация с каким-то прям брендом. То есть можно ожидать какую-то новинку в конце августа. Это вот для меня было открытие. А слава! К столетию славы! И... И... Еще, еще, да, да, да. И еще одна модель какая-то должна выйти к концу года. То есть бренд развивается, будет что-то новое постоянно. Поэтому, ну... Я беру часы для себя. И мне не нравятся все. Неважно, это луч или там омега или еще что-то. Продай все, купи один там по тек. Ну, наверное, можно. Но один день поносил, второй день поносил. А потом как? Поднесется? Ну, знаешь, мне кажется, нету таких одних идеальных часов. Вот, по крайней мере, для меня. Если бы я вот мог выбрать одни идеальные часы, но нет. Потому что, ну, разные ситуации, разные реалии. Вот, есть место и время. И... Нет. Я вот пока не могу себе найти какую-то такую одну модель, которая вот все запала в сердце. И надо все срочно продать. И... И носить только их. Флоуэлэс Викторий. Спасибо, дорогой. Мы очень рады были тебя видеть в нашем шоу. Пообщаться лично. Услышать твои эмоции. Рассказать про часовую выставку в далеких, далеких Соединенных Штатах. Приходи к нам еще в гости. Делись эмоциями, делись впечатлениями. Буду рад. Это был Павел из Штатов. И мы продолжаем временами собираться, временами говорить о часах. Слушай, как интересно получилось. Аппетит разыгрался. Блин, пришлось выходить на время из студии. Немножко перекусили. Теперь в музее времени и часов не хватает не только Юрия. Приходите, познакомьтесь, проверьте. Слушай, вот тема интересная с часами. Сколько микробрендов появилось, столько всего классного, нового. И что? Ну, посмотри, как Паша сказал, в студии Underdog появилась пандемия. Человек сидел. Ну, вот этот период, когда удаленная работа, все дела. Вот у меня тоже был перерыв между работами. Я ушел из одной. И меня долго-долго принимали на второе место. У меня было порядка двух месяцев разрыва. И вот на свет появилось вот это творчество. То есть я сидел, сидел, что-то там начал клей. Я давно хотел что-то вот такое делать. Куда-то развиться. Но рисовать у меня все-таки, к сожалению, не очень получалось. Я начал делать просто тупо коллажи какие-то там. Обрабатывать их четко, как фильтры какие-то. Да, да, да. Сделал там аккаунт. И ты знаешь, получил некий теплый очень прием. Ну, вот мне писал там amazing и все такое. Вот. Я думаю, о, прикольно. Потом через какое-то время, то есть, ну, у меня они всегда волнами, знаешь, эти периоды. Вот. Потом уже попробовал на бумаге что-то напечатать. Потом вот появились холсты вот в прошлом году. В этом году вот мы с тобой рассказывали про картины в этих рамах. Ну, в следующем вообще будет отвал башки. Так что, вот, как тебе сказать, не то чтобы это какая-то изначально коммерческая история. Нет, она может перерасти. Она может перерасти. Как раз сейчас вот мы пытаемся, я пытаюсь прощупать некий потенциал у этого. Вот. И, ну, что самое главное, я получаю какое-то бешеное удовольствие от того, что... От самого процесса. Даже вот от холстов не столько, потому что ты все-таки там отдаешь это в мастерскую. А там уже напечатали. И там уже тебе выдают готовые. А тут, получается, ты забираешь вот эту раму, багет. И вот тут уже начинается творчество. Особо, кстати, мы отрываемся. У меня там еще дети подключаются. Задник. Там вообще такое творится. Просто. Ну, я надеюсь получить вот то, что ты анонсировал. У меня будет особое специздание. Да, да, да. Обязательно потом тоже расскажем. Ну, в общем, короче, да, удивительно. Потому что вроде непростое событие, но у каждого свои последствия. То есть вот... Ну, так у меня тоже, видишь... Слушай, а ты же где-то в 20-м году, да, решил... Первое видео на канале... Поменять на всех профориентах. Первое видео на канале вышло в апреле 20-го года. Самый разгар, да. В апреле 20-го года. Вот так у меня тоже получился период. Я поменял работу в... В общем, с января я вышел на новую работу. Да. Буквально месяц-другой, и получилось так, что мы уходим на домашнюю работу из дома. У нас там отваливаются все клиенты, и делать нечего. Я не помню, говорил я или нет. Я же, ну, решил, что я хочу все-таки часами как-то заниматься. Да, 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 да. И еще задолго до этого я писал, отправлял резюме в Best Watch. Угу. Ну, в том, да. Я даже прошел там с собеседованием. Красавчик. Думал, что хочу в часах работать. Сейчас Борис, если смотрит, такой, чеу? Вот это мы... Пара-пара-пам. Да, и, ну, там была позиция, типа, корпоративные заказы туда-сюда. Я что-то потом прикинул, подумал, что... Немножко не то. Немножко не то, неинтересно, творчества какого-то не будет. Я вот побывал тоже внутри часовой вот этой истории, то есть, побыл консультантом, продавцом, продвижением, там, СММ, с кем я только там не был. И вот на не очень долгой дистанции я понял, что там вот я работаю, да, вот полгода я работаю, и я о часах ничего не узнаю, вообще, то есть, я люблю часы, но о часах я не знаю ничего, я просто выпал, мимо мероприятий, мимо всего, то есть, и вот это меня устало напрягать, ну, не, пусть это будет хорошим хобби, пусть это будет какой-то приятной штукой, вот, но... Нет, но я все-таки целился еще, я же потом на ракету писал резюме, ракета мне не ответила даже, представляешь? Дурот, так... А я хотел на завод к ним прийти, там, ну, экскурсии вести, еще что-нибудь делать, как бы, я жил... Ты же жил там? Я жил там, мне до завода было на машине ехать, там, минут 15-20, как бы, и... Зарплата, правда, там была хреновенькая, но, я думаю, зато, типа, любимое дело, часы, все дела. Не, ну, это особенно, да, если бы я жил где-то рядом с часовым заводом, я бы точно попробовал туда ворваться. А потом я решил, а сниму-ка я обзорчик. Слушай, и ведь ты, на самом деле, очень как-то четко попал в нужный момент, ниша была абсолютно не раскрыта. Российских часов? Я вообще не помню. А все плевались от российских часов тогда? Я вообще не помню, чтобы кто-то снимал про российские часы душевные видосы. Наоборот, это что-то было такое, мимо, типа, мимо шоу, мимо шоу, да. Слушай, ну, неплохо. Вот так вот на нас повлияли те времена. Сегодня мы стали теми, кто мы есть, везем для вас шоу временами. И, конечно, отдельно там, да, обзорчики, интервью, все на свете. Будем продолжать в следующем выпуске. Надеемся, что к нам присоединится наш дорогой, любимый Юра. Возвращайся к нам. Юрий Советов, член команды, член корабля. Юрка, тебе большой привет. Что? Член корабля. Прикольно слышно. Извини, я тебя перебил. Друзья, не забывайте подписываться на канал, пишите ваши комментарии, расскажите про те микробренды, которые есть у вас. И мы обязательно встретимся в новом выпуске, в новых подкастах. У нас будут новые темы, новые гости, новые обсуждения. До новых встреч. Пока. Ундердог реально крутые часы. Я бы с кайфом, с кайфом тоже что-нибудь такое взял у меня. Но я бы, ну тогда есть риск, что придется отдельную камеру действительно покупать, потому что я и так заполняю пространство, а тут еще. Нет, ты показал, и все, у меня прям. Я такой, ой, ой. Додо пицца. Жрать охота сразу. Нет, правда, правда, эффект есть, эффект есть. Там эти грибочки, вот это вот все. Да, да, крутые часы. Реально крутые часы, слушай, правда. Кто-то думает, что мы шутим, я понесу. Не, не, я прям тут вот поплыл. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok